В Самаре прошло заседание Совета безопасности, главы субъектов Приволжского федерального округа и представители федеральных министерств и ведомств обсудили не только вопросы экологической безопасности, но и перспективы развития экономики, сотрудничества между регионами. Глава Чуваши Олег Николаев отметил, у республики достаточно возможностей для роста. Год был очень сложный, но то, что президент наделил руководителя регионов особыми полномочиями и возможности принимать решения в зависимости от складывающейся обстановки, позволяло, конечно же, балансировать между обеспечением безопасности и вопросами развития экономики. Поэтому мы в Чувашской республике смогли организовать работу таким образом, что у нас падение экономики было минимальным. Это примерно около 1% всего лишь. А уже в текущем году рост относительно прошлого года идет около 3%. Таким образом, мы тоже достигли до пандемии значений, но самое главное, вот та работа, которая на сегодняшний день проводится и правительством Российской Федерации, и системная работа в регионе, нам позволяет запускать новые проекты. Мы буквально недавно прошли конкурсный отбор по локализации компетенции по производству тракторов малой и средней мощности по программе СПИК-2.0. И планируем подписать соответствующие соглашения СПИК-2.0 на полях выставки Иннопром, которая пройдет буквально через некоторое время, потому что в этом году эта выставка посвящена теме сотрудничества России и Италии. А наш глобальный партнер в рамках СПИК-2.0 – это итальянская глобальная компания «Дойсфар». И вот таких проектов, таких больших, их у нас несколько десятков, которые позволяют неким образом задавать тренд активизации инвестиционной предпринимательской деятельности и таким образом обеспечивать главную задачу, которую поставил перед нами президент – запустить новый инвестиционный цикл, конечно же, основанный на инновациях. Продолжение следует...